Всем привет! Сегодня мы будем с вами говорить про генетическое оружие, про то, можно ли его создать и угрожает ли оно нам. Генетическое оружие — это такое оружие, которое может быть направлено против определенной группы людей по какому-то признаку. Ну, например, оружие против блондинок, против мужчин, против женщин, против норвежцев или, может быть, против лично Барака Обамы. Про это все больше говорят в разных СМИ и в новостях, и даже некоторые эксперты от науки очень громко заявляют о возможности создания этого самого генетического оружия. Например, в 2015 году не абы кто, а директор Курчатовского института, доктор физико-математических наук Михаил Ковальчук выступил перед Советом Федерации и рассказал про то, что уже сейчас возможно создание оружия, которое будет избирательно поражать людей определенного этноса. И тогда фактически одна клетка, которая имеет генетический код и саморазвивается, является оружием массового поражения. При этом, благодаря достижениям современной генетики, вы можете создавать эту клетку этногенетически ориентированно на конкретный этнос. Правда, он еще рассказал о том, что ведет создание особой касты служебных людей, которых будут кормить ГМО кормом и которыми будет очень легко управлять. И цель создать принципиально новый подвид ГОМО САПИЕНС служебного человека. Неудивительно, что такими экспертами в России принимались на достаточно высоком государственном уровне достаточно спорные решения. Например, в 2007 году законодательно было запрещено вывозить из России биологические материалы россиян. Ну, то есть, как будто бы кто-то там что-то с этим биоматериалом и сделает, проанализирует и потом как-то коварным образом это, может быть, использует. На самом деле, это поставило палки в колеса некоторым научным исследованиям, а также мешает людям пользоваться услугами некоторых компаний, которые делают генетическую диагностику. Скандал развился в 2017 году, когда выяснилось, что какие-то силовые ведомства США якобы пытаются добыть биоматериалы русских для того, чтобы проводить какие-то исследования. Опять же, пошли теории заговора о том, что это все нужно для того, чтобы создавать это самое генетическое оружие, которое можно было бы применить против определенной группы людей. Наши работники в Таймс-Сквэре-эггкортере были диагностены с... Кринет уничтожили репорты биоматериалом в их Мид-Таун-ресерч-юнитке. До сих пор, есть 127 лабораторий-конфирмных случаев, но в связи с скоростью инфекции... Короче, если верить нашим СМИ, то генетическое оружие, которое способно избирательно поражать определенные группы людей, анализировать их ДНК и выбирать, кого убить, а кого пощадить, оно не просто возможно, а оно уже разрабатывается и, может быть, будет применено. Так что всем нам нужно бояться. Ну что ж, давайте попробуем проиграть в адвоката дьявола. Ведь действительно, биотехнологии очень сильно продвинулись и возможности генных инженеров впечатляют. Еще недавно все обсуждали про то, не был ли создан в лаборатории коронавирус SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19. Вы, наверное, знаете мою позицию про то, что я считаю, что вирус таки не был сделан в лаборатории, но это не отменяет того, что ученые умеют создавать в лабораториях достаточно сложные, гибридные, разнообразные вирусы. Ну вот вам относительно свежая новость. Ученые из Бостонского университета сделали гибридный вариант коронавируса SARS-CoV-2. Для этого они взяли элементы из версии под названием омикрон. Как вы знаете, это та версия коронавируса, которая была очень эффективна в заражении, но при этом не очень опасна для тех, кто ей заразился. Летальность была ниже. И они взяли S-белок из этого коронавируса, точнее ген, который его кодирует, и переместили в такой, условно, скелет из более ранней версии коронавируса SARS-CoV-2, которая была, собственно, более летальной, но при этом менее заразной. Ну и было интересно посмотреть, а что из этого получится. И вот ученые взяли мышей, которые были гуманизированы, то есть очеловечены. В них вставили ген, кодирующий рецептор, через который, собственно, коронавирус проникает в клетки человека. У мышей обычно такого рецептора нет, поэтому они не заражаются коронавирусом. А тут сделали специальных мышей, которые могли бы заражаться, и показали, что вот обычный омикрон этих мышей не убивает, а вот этот модифицированный вирус, который они создали, убивает 80% мышей. И, собственно, пошли заголовки в СМИ, ученые сделали новый страшный гибрид коронавируса, который всех нас убьет. Ну, на самом деле, все это делается не для того, чтобы кого-то убить, а для того, чтобы проводить научные исследования, понимать, как омикрон обходит иммунный ответ и так далее. Но, тем не менее, факт в том, что ученые умеют создавать очень впечатляющие гибридные вирусы. Но это все меркнет, на самом деле, на фоне полного потенциала современных генных технологий. Ну, начнем с того, что ученые придумали такую штуку, которая называется CRISPR-Cas9. Это такие молекулярные ножницы, которые умеют находить очень точное место в ДНК для того, чтобы внести туда изменения. Грубо говоря, представьте себе, что у вас есть война и мир, в которой насчитывается более 2,5 миллионов символов. И эта огромная книга может быть помещена в ордовские документы, вы можете контекстным поиском найти там какое-то конкретное слово и его как-то изменить. А теперь представьте себе, что геном человека — это 3 миллиарда букв, то есть это намного больший текст. И с помощью технологии CRISPR-Cas9 вы можете найти в этом огромном тексте конкретное место, конкретный участок ДНК и изменить там какую-нибудь букву. Или можете выразить какой-то ген, или добавить какой-то ген. Но и это еще не все, ведь мы можем сделать так, чтобы наша генная модификация имела, скажем так, спящий или латентный характер. То есть вы отредактировали ДНК в какой-то части клеток нашего потенциального испытуемого, но ничего не происходит, вообще ничего. А потом этот человек выпил, допустим, колы, в которые ученые подмешают специальное вещество, например, под названием доксициклин. И тогда те гены, которые были отредактированы или введены, вот тогда они и заработают. И это придет каким-то результатам, каким-то изменениям в работе организма нашего человека, мыши или иного животного, на котором мы проводим эти исследования. Помимо того, что ученые умеют редактировать уже существующую ДНК, ученые умеют ДНК просто синтезировать в пробирке. Мы умеем использовать специальные приборы, которые имеют размер такого небольшого ящичка. В таком приборе можно буква за буквой получить последовательности ДНК заданной структуры. Вы можете получить сначала короткие фрагменты, потом их соединить вместе в более длинные. И так ученые дошли до того, что создавали бактерии, у которых вся ДНК была просто напечатана на таком, в кавычках, химическом синтезаторе, если угодно. И вот вы получаете бактерию, которая по сути такая искусственная ДНК. Она искусственная именно в том, как она была создана, как она была получена. И в этой ДНК этой бактерии, в ее геноме, могут быть закодированы самые разные гены, которые вы туда захотели засунуть. Например, там могут быть гены, которые отвечают за синтез каких-нибудь питательных веществ, каких-нибудь витаминов, каких-нибудь лекарств. Или, если вы очень сильно захотите, то и ядов. Это все позволяют современные биотехнологии. Кроме того, генная инженерия может быть сделана заразной. Ну, вы знаете, например, про то, как ученые создавали векторные вакцины для того, чтобы бороться с эпидемией. Используется вирусная оболочка, в которую помещается какой-то ген, например, ген С-белка коронавируса, чтобы потом этот ген был доставлен в клетки человека, он там выработался, продукт этого гена, и после этого возникает иммунная реакция, и иммунитет обучается. Так вот, обычные вакцины вроде того же спутника, они используют векторы, то есть вирусные оболочки, которые не заразны. То есть эти вирусы не умеют размножаться, они не умеют вызывать никаких болезней, они безопасны, и все с ними в порядке. Но вы можете сделать такие векторы, которые таки распространяются и размножаются. То есть вы можете сделать такое генетическое лекарство, которое вы ввели каким-то людям, а эти люди потом обнялись с кем-нибудь другим, и этот другой человек тоже получил это генетическое лекарство. Такое, в принципе, тоже технологии сделать позволяют. Ну, обнимашки, конечно, здесь были отсылки к более контактным способам передачи того или иного вируса, но идею вы поняли. Но этим наука не ограничивается, например, ученые придумали штуку под названием мутагенная цепная реакция. Звучит прямо очень страшно, на самом деле не так страшно, как это звучит, но идея такая. Вот у вас есть ваш геном. Вы половину своих хромосом получили от мамы, половину получили от папы. То есть каждый участок ДНК в каком-то смысле продублирован. Допустим, на одной из ваших хромосом происходит какая-то уникальная мутация. Какая часть ваших потомков эту уникальную мутацию получит? Ну, половина, потому что вы только половине своих потомков передадите конкретную хромосому, которую вы, допустим, изначально получили от мамы, а другой половине только хромосомы, которую вы получили от папы. Так вот, это только устроено нормальное наследование, но мутагенная цепная реакция позволяет сделать так, чтобы мутацию получили все ваши потомки, а также потомки потомков, а также потомки потомков-потомков и так по цепной реакции. Понятно, что на людях это все не очень эффективно, потому что люди очень медленно размножаются, медленно меняются поколения, но на каких-то быстро размножающихся животных это позволяет заниматься популяционной инженерией. То есть вы можете прямо изменить генетический состав какой-то популяции в достаточно разумные сроки. Но есть еще один нюанс, который заключается в том, что все эти технологии, как технологии редактирования ДНК, так и технологии анализа ДНК, чтения ДНК, становятся все более доступными. Некоторые из приборов, которые позволяют прочитать ваш геном, они могут иметь размер просто флешки. То есть, грубо говоря, вы хотите прочитать геном русского, идете с этим приборчиком в полюшко, находите там этого русского. И вот прямо в полюшке его геном прочитали, вам понадобится потратить на это несколько тысяч долларов, у вас займет это от нескольких часов до нескольких суток, на обработку этой информации, и все, вот у вас готов геном человека на флешке, можете эту флешку потом ему подарить, повесить ему на шею. Действительно, технологии миниатюризировались, они стали доступными, можно построить лабораторию по анализу ДНК и по работе с генетическим материалом буквально в гараже. И нет, это не какой-то обман или шарлатанство в духе Элизабет Холмс и ее компании Терранос, которая занималась тем, что мы сделаем вам суперкрутой анализ по супермаленькому объему крови. Нет, это реально работающие методы, которыми пользуются специалисты по всему миру. Поймите, еще никогда не было так просто создать обычное биологическое оружие. Вы можете прямо сейчас, не имея никаких особых доступов, не имея никаких особых квалификаций, вы можете открыть медицинскую базу данных и найти там генетические последовательности самых разных вирусов, почти любых вирусов, которые на планете когда-либо изучались или были обнаружены. Пожалуйста, вот вам Эбола, вот вам ВИЧ, вот вам коронавирус SARS-CoV-2. Можете скачать эти генетические данные к себе на компьютер, а дальше, если у вас есть соответствующий прибор, вы можете этот вирус синтезировать, не имея при этом его физического носителя. То есть вы просто скачали вирус из интернета и, пожалуйста, я, конечно же, немножко упрощаю и утрирую, нагнетаю, но по сути это так, вы можете синтезировать любой вирус, который известен современному человечеству. То есть реальный образец вируса для всего этого вам не нужен. И здесь нужно сказать просто слава богам, что террористы это люди, которые по определению не очень умные, иначе бы они не были террористами, поэтому все эти технологии, видимо, проходят мимо них, научно-популярные ролики они не смотрят, научные статьи они не читают, базами данных они не пользуются. То есть вот этот сценарий, про то, как кто-то гоняется за мегавирусом в каком-нибудь фильме, теперь выглядит так. Террорист сидит и, скучая, скачивает какую-то информацию с компьютера. У него есть приборчик, который конвертирует ее в последовательность реальных химических молекул. Подводя итог, можно сказать, что с учетом всех достижений современной биотехнологии, для того, чтобы сделать какое-то биологическое оружие, вам достаточно просто сумасшедшего ученого с доступом к интернету, с в меру оснащенной лабораторией. Ну и вот вам уже Plague Incorporate шагает по нашей планете. Ну а теперь, как обычно бывает в науке, детали. Детали, по которым станет ясно, что все, что я описал выше, да, конечно, хоть и справедливо в значительной степени, но от этого до того, чтобы сделать реальное генетическое оружие, то есть не просто какое-то биологическое оружие, а оружие, которое будет действовать избирательно против определенных людей, основываясь на их генетическом материале, вот до этого еще очень-очень далеко. Давай теперь раскрутим всю эту штуку на разных уровнях. Ну как в играх бывают разные уровни сложности, так и мы попробуем сначала обсудить, можно ли сделать генетическое оружие, которое бы било по какому-то конкретному человеку. Потом, на следующем уровне, про то, можно ли сделать такое генетическое оружие, которое бы било по какому-то признаку, ну, например, по цвету волос, там, рыжих, или блондинок, или мужчин, или женщин. Потом мы обсудим финальный вариант, это можно ли сделать такое генетическое оружие, которое бы било по определенному народу, по определенному этносу, по определенной группе населения, проживающей на определенной территории. Итак, наш первый уровень — это попытка создать генетическое оружие, которое било бы по конкретному человеку. Ну, например, по президенту, бывшему Обаме. Почему так? Почему по Обаме? Ну, на самом деле, эту историю я почерпнул из такого журнала, который называется «The Atlantic». Это очень уважаемое издание, и они решили, как раз примерно в имена президентства Обамы, выложить статью, в которой они описывали некий фантастический сценарий применения генетического оружия против главы государства. Идея там примерно такая. Опять же, это все фантастика, это вымастило, да, никто реально такого не пробовал сделать. Но где-то проходит конкурс, на котором люди должны засабмитить, выложить предложение по созданию некоторого вируса, который мог бы быть нацелен на определенную генетическую последовательность. Непонятно какую, но вот она дана, и люди предлагают свои варианты. После этого какая-то компания получает заказ взять вариант победившей в этом конкурсе и синтезировать этот вирус в пробирке. Этот вирус дальше помещается в конверт и доставляется некоторой девушке, которая является студенткой одного из университетов. Эта студентка подцепляет этот вирус, ничего не замечает особенного, потому что этот вирус вызывает у нее очень легкую простуду. Она ходит по кампусу, заражает других людей, и они тоже начинают немножечко чихать. А дальше, как известно, в этот кампус приезжает Обама, ну или просто какой-то важный человек, который вы хотите устранить. Именно в его геноме находится ключ, который открывает как бы дополнительную функцию в этом вирусе. То есть этот вирус всех людей заражает обычным образом, а вот этого человека, когда он попадает в него, то там активируется дополнительный кусочек кода. И тогда это приводит к страшному нейродегенеративному заболеванию. И, собственно, ваш президент умер. Давайте теперь вернемся на Землю, в нашу научную реальность. Вы хотите сделать генетическое оружие, которое било бы по какому-то конкретному человеку. Условно, по Обаме. Ну, понятно, что вам придется сначала где-то добыть генетический материал этого самого Обамы, но, допустим, с этим особых проблем нет. Мы счастливы? Да, мы счастливы. Сложность начинается дальше. Действительно, ученые могут синтезировать какой-то уже известный вирус, и мы будем знать, какие свойства есть у этого вируса. Ну, потому что этот вирус реально существует, он уже реально кого-то заражал, и были какие-то исследования этого вируса, его эпидемиологических свойств и так далее. Если вы создаете какой-то новый избирательный вирус, каким бы умным вы ни были, вы все равно не можете заранее точно сказать, что вирус поведет именно так, как вы это предсказываете. Вам придется проводить испытания, тестирование. Как протестировать такой вирус, чтобы убедиться, что ваша гипотеза верна, что этот вирус действительно поражает именно Обаму, а не кого-то еще? Ну, вопрос очень сложный. В идеале вам придется, не знаю, клонировать Обаму, получить сотню его клонов, взять сотню не Обам, действительно убедиться на практике, что вирус действует именно на Обаму, а не на кого-то еще, именно на его генетический материал. Это, как вы сами догадались, практически невозможно. То есть вам придется выпускать ваш вирус с осознанием того, что вы точно не знаете, сработает ли это оружие именно так, как вы их предположили, или нет. Дальше встает проблема прицеливания на какого-то конкретного человека. Ну, вот, например, между мной и зрителем, между вами, порядка трех миллионов индивидуальных генетических отличий. Это не очень много в масштабе трех миллиардов букв генома, но, тем не менее, самих отличий достаточно много, и можно найти такие мутации, которые есть у меня, но у вас их нет. Или наоборот. Но при этом людей-то очень много, и люди постоянно меняются генетически. В каждом поколении у людей проявляется порядка 50 новых мутаций. Никто никогда не анализировал геномов всех людей. И сказать, какая именно конкретная мутация, она вот прямо есть только у Обамы. Ну, это требует не только анализа генетического материала Обамы, но и огромных данных по огромному количеству людей, которые проживают там, где вы собираетесь ваше генетическое оружие применять. Но самое интересное начинается дальше, потому что вирус — это не какой-то объект, который послушно выполняет волю своего создателя. Цели вируса, после того, как вы его уже выпустили, они совершенно не совпадают с целями вас. У вируса не может быть задачи убить Обаму или какого-то другого конкретного человека. Если у него есть скрытая вот эта подпрограмма, которую ему запихнули, то, скорее всего, для вируса эта подпрограмма является ненужным балластом. Программа, которая не работает, она просто требует у него ресурсов, чтобы эту программу еще копировать, генетический материал, который за нее отвечает, дублировать в каждом цикле своего воспроизводства. И поэтому первое, что будет выгодно сделать вирусу, это от этой фигни избавиться, потому что тогда вирусу будет проще размножаться. И что в итоге происходит? Если количество людей между вашим нулевым пациентом в этом сценарии из The Atlantic и конкретно Обамой достаточно велико, то вполне вероятно, что вирус просто избавится от того, что делает его таким особенным и уникальным по отношению к Обаме, и Обама просто заразится обычным тем же вариантом вируса, который заражает всех остальных, и ничего особенного с ним не произойдет. То есть ваш план гениальный, на который вы потратили огромное количество ресурсов, он просто возьмет и не сработает. Для того, чтобы повысить вероятность того, что он сработает, нужно сделать так, чтобы ваш нулевой пациент был максимально приближен к Обаме. Но если вы можете дотянуться до какого-то ближайшего окружения Обамы, то не проще ли применить просто конвенциональное какое-то оружие, ну в том числе биологическое, вроде условной, там, не знаю, сибирской язвы? Зачем вам тогда придумывать всю эту фигню про избирательное оружие, если реально проще и безопаснее, вы не получите каких-то непредсказуемых эффектов эволюции этого самого вируса просто применить локально? Окей, хорошо, с Обамой не получилось, давайте мы попробуем подобрать такой пример генетического оружия, который бы действовал на какую-то очень конкретную генетическую мишень, и при этом нас не волнует судьба всех носителей этой мишени. Ну, например, суперрадикальные феминистки решили вместе с Обамой устранить всех мужчин. За предательство женского пола и за извлечение звука, о котором мы не говорим, потому что его не существует? Сим, приговариваю вас к чему, к чему, к чему, к ночевке на диване, да? К смерти. Понятно, что у мужчин есть Y-хромосомы, которые их точно характеризуют, поэтому вот такая мишень возможна, можно пытаться сделать так, чтобы вирус распространялся именно вот по мужчинам и заражал всех мужчин, и все мужчины умрут. Ну, или, может быть, мы хотим избавиться от блондинок, или, может быть, мы хотим избавиться от голубоглазых людей. Что-то для чего у нас есть какой-то очень четкий генетический маркер, и почему-то мы такие безумные, поехавшие, что мы хотим избавиться именно от людей по вот этому конкретному признаку. Окей, задача в каком смысле стала проще, потому что у нас есть теперь точно понятный, конкретный генетический маркер, который не вызывает никаких сомнений. Да, можно отличить мужчину от женщины, и вирус может такой записать себе в тетрадку. Так, я попал в мужика, убиваем, женщин мы не трогаем. Сексистский такой вирус. Ну, или наоборот, убиваем женщин, а не мужчин. Но мы сталкиваемся с теми же проблемами. Во-первых, как мы можем гарантировать, что вирус будет затрагивать именно какой-то определенный пол или людей с определенным цветом глаз, волос или чего-нибудь еще. Опять же, нам нужно провести исследование, потому что мы априори сказать, что какой-то вирус будет вести себя так, как бы мы его там умно не задизайнили, мы не можем. То есть нам нужно будет провести исследование, взять там 100 мужчин, 100 женщин, заразить их этими вирусами и проверить, что действительно все происходит так, как мы это предсказали. Проверить нашу ужасную гипотезу. Иначе мы не можем гарантировать, что наши не пострадают, кем бы эти самые наши не были. Но даже если мы проведем такое исследование, что уже, конечно, ставит огромное количество морально-этических и прочих вопросов, ну, что окей, значит, мы уже предположили, что у нас безумный ученый, которого вопросы этики и морали не волнуют. Но даже в этом случае он столкнется, наш сумасшедший ученый, с реальной проблемой. Проблема эта заключается в том, что вирус, как мы уже говорили на примере Обамы, он эволюционирует, он будет меняться. Вот мы вставили в вирус такое свойство, что он заражает мужчин. И этот вирус, мужчина его распространяет, он чихает на женщину, и ничего не происходит. Но потом возникает мутантная версия этого вируса у мужчины, которая может заражать женщин. Что происходит с этим вирусом? У него эволюционные преимущества. Он теперь может заразить целую новую экологическую нишу. То есть эта мутация будет для вируса крайне полезна, и новый вариант этого вируса, способный заражать женщин, тоже начинает распространяться по планете. Вместе с исходным вариантом, а потом исходный вариант еще и вытесняет. Если, окей, наш вирус заражает всех, но убивает только мужчин, то возникает тогда другой вопрос. Если вот это усиление летальности помогает вирусу распространяться, то тогда мы можем ожидать усиления летальности по отношению к женщинам. И опять же, вирус будет бить по всем летально. Если же это усиление летальности не способствует размножению вируса, а уменьшает его репродуктивный потенциал, то тогда и летальность на мужчинах будет понижаться, пока она не исчезнет, не станет такой же, как для женщин. И опять же, ваш вирус никогда никого просто не убьет, а будет просто вызывать какую-то легкую простуду. То есть и так, и так, эволюция вируса в итоге придет к своим собственным выводам о том, каким вирусу стоит быть для того, чтобы быть максимально эффективным в своей эволюционной задаче. Ваши цели его совершенно не волнуют. Короче, вирус не солдат, он существо свободное. Теперь мы подходим к финальному боссу. Это идея о том, можно ли создать этническое генетическое оружие, то есть то, которое будет бить по людям определенной национальности или определенного этнического происхождения. Первая проблема, которая будет, это выбор этой самой мишени. Если вы не мединский, который думает, что у русских есть лишняя хромосома, которая была бы идеальной, конечно, мишенью для того, чтобы по ней бить, в интервью калифорнийской газете «Русская жизнь» Мединский предложил, что неисчезность лица Земли, подобно скифам и сарматам, русской нации помогала лишь лишняя хромосома, то есть 47-я. То у меня для вас есть плохие новости. Ни ваше гражданство, ни территория вашего обитания, ни язык, на котором вы говорите, ни ваше вероисповедание, ни культура, которой вы принадлежите, ничего этого в вашем геноме не записано. Даже бьет не по паспорту, а уже генетика точно об этом ничего не знает. Здесь кто-то скажет, что есть же всякие генетические компании, которые оказывают услугу определить свое происхождение. И вот, пожалуйста, можно сдать генетический анализ, вам приходят данные, вы тут на 70% выходец в Восточную Европу, на 5% неандерталец, а на 10% какой-нибудь эскимос. Но проблема в том, что все подобные тесты, во-первых, они учитывают не один какой-то генетический маркер, который бы точно сказал, что этот человек из той или иной группы людей, а на огромное количество признаков. И это делается все не очень точно. То есть, грубо говоря, вы пройдете тест в одной компании и в другой, у которых немножко разные базы данных, и получите, ну, относительно отличающиеся друг от друга результаты. Да, в чем-то будет сходство, но опять же, представьте себе, какая сложная интеллектуальная задача предстоит вирусу. Вот у вас есть человек, у него на 40% корни восточнославянские, а на 50% они какие-нибудь южноафриканские, и вот он должен сделать выбор, все-таки так это русский или нерусский, убивать или не убивать, где граница, где он должен это определить. Не окей? Окей! Несмотря на то, что еще и этому вирусу нужно объединить вместе генетическую информацию от огромного количества этих маркеров, сделать тот анализ, для которого у ученых есть специальные сложные алгоритмы и огромные базы данных. Как это все сделать, ну, мне лично не представляется реалистичным. Дело в том, что генетики работают с таким объектом, как популяции. Это группа людей, которые между собой скрещиваются гораздо больше, чем вовне. Эти популяции могут иметь какие-то общие генетические черты, которые можно изучать, анализировать в контексте частот тех или иных генетических вариантов, но при этом надо понимать, что популяция не равно народ, не равно этнос, нация, не равно страна, не равно город и так далее. Популяция — это штука очень сложная, и при этом сейчас с развитием авиационного транспорта огромное количество людей из России ездят в Штаты, из Штат в Россию, заводят детей, вступают в брак и так далее. То есть структура обмена генетической информации в человечестве, она очень сближается к такому глобальному обмену. И поэтому очень сложно подобрать такой конкретный маркер, который будет бить по тому признаку, по которому вы хотели бы бить. Ну хорошо, давайте приведем несколько примеров, опять же, проиграв в адвоката дьявола, каких-нибудь маркеров, которые, ну, сильно чаще встречаются в одной популяции по сравнению с другой популяцией, и это хоть как-то бы соотносилось, ну, с распределением, допустим, по странам. Ну, например, есть такая штука, как устойчивость к вирусу иммунодефицита человека. ВИЧ — реально существующий вирус, есть мутация в гене рецептора химокина в ЦЦР-5, через который в норме ВИЧ проникает в клетки иммунной системы, и вот есть мутация, которая приводит к тому, что ВИЧ не может в эти клетки проникнуть. Если у человека обе копии этого гена поломаны, то тогда он может быть устойчивым к этому вирусу. Вот вам, пожалуйста, ВИЧ в каком-то смысле это избирательное генетическое оружие. Ха-ха. Но если мы посмотрим на частоты встречаемости вот этих генетических вариантов, то мы обнаружим, что да, есть страны, где вообще нет такой устойчивости, а есть страны, где аж целых, ну, там, 3-4% населения имеет такую устойчивость. То есть ваше суперкрутое генетическое оружие, оно убьет, условно, 100% жителей одной страны, и 96% жителей другой страны, если бы оно было суперэффективным в плане именно убийства. Проще, конечно, устроить ядерный апокалипсис. Но потом. Зачем вам возиться с этим самым генетическим оружием, которое, тем более, опять же, если оно такое заразное, что оно может заразить всех людей и распространиться на самые разные территории, оно, опять же, будет мутировать и эволюционировать. Вы все помните историю про коронавирус SARS-CoV-2. Был вариант Альфа, был вариант Дельта, который оказался более летальным, а потом более заразным к тому же. А потом был Омикрон, который был еще более заразный, но при этом менее летальный. Это все очень непредсказуемо, вы из одного вируса можете получить другой, который сначала вас не бьет, потом будет бить вас. Непонятно, чего вы этим самым добились. Уж проще устроить ядерный экстреминатус. Кстати, к коронавирусу тоже встречаются варианты генетической устойчивости, и они тоже примерно так же размазаны по разным странам, то есть не получится сделать, чтобы ковид убил именно жителей какой-то одной страны, но не жителей другой страны. Так тоже не происходит, так не работает. Ну окей, давайте еще какой-нибудь поищем интересный генетический маркер. Вот, например, есть признак неусваиваемость лактозы. Есть фермент лактаза, у некоторых людей во взрослом возрасте работает, у других не работает, за это отвечает мутация. И эта мутация имеет очень сильно разную долю в разных странах и в разных популяциях. Соответственно, где-нибудь в Восточной Азии очень большое количество людей, которые плохо усваивают лактозу, а где-нибудь там на Кипре есть 16% людей, которые не усваивают лактозу, а у остальных с этим намного лучше. Соответственно, можно сделать такой вирус, который был бы нацелен на вот этот генетический признак. И да, вам придется принести в жертву 16% населения своей страны, но тогда вы сможете устроить, опять же, для всего мира страшный апокалипсис. Но что произойдет дальше? А дальше произойдет то, что все равно этот вирус мутирует, у вас тоже в вашей стране есть люди, которые ему подвержены, и этот вирус к вам придет и вас уничтожит. Вот это поворот! Ну тут не пришла совсем безумная идея. Представьте себе, что мы сделаем такой вирус, который не вызывает смерть, а вместо этого вызывает, ну скажем так, несворение желудка, проблемы с кишечником. Очень неудобно с таким вирусом быть. Но мы сделаем так, чтобы к нему был антидот в виде той же лактозы. И тогда солдаты одной армии смогут лактозу принять и пойти в атаку, и у них все будет в порядке, при том, что все заражены, конечно же, да. А в другой армии солдаты из-за нетолерантности к лактозе не могут избавиться от этого неприятного эффекта несвоения желудка, и поэтому будут воевать менее эффективно. Может быть, это будет тот единственный кейс, когда гомеопатия станет реально действующим лекарством, потому что там есть лактоза. Но раз уж мы затронули пользу гомеопатов, давайте затронем пользу антивакцинаторов, потому что если бы мы реально решили сделать избирательное оружие, биологическое, которое било бы именно по одной группе населения, не по другой, то самый простой способ это сделать, реально имеющий хоть какие-то шансы, это придумать некий вирус, а также вакцину к этому вирусу, и всех своих вакцинировать, а всех, с кем мы боремся, не вакцинировать, не дать им эту вакцину, выпустить новый вирус, под надеяться, что они неподготовленные, что у них нет антидота, и, пожалуйста, вы сделали такой апокалипсис, в котором все, кроме своих, вымерли. Но, видимо, тут и приходят антивакцинаторы, потому что ни одна страна до сих пор не справилась с задачей полностью вакцинировать все свое население. Поэтому какой-нибудь стране вполне может быть выгодно распространять мифы о вакцинах на территории другого государства, поддерживать там движение антивакцинаторов, которые в итоге спасают нас от применения такого оружия. Ни одна страна не готова рискнуть на то, чтобы потерять 20% или 30% своего населения в угоду такого вот глобального биологического экстреминатуса. Но, на самом деле, с этим планом есть большая проблема, что все равно мы знаем на примере того же омикрона, что вирусы могут научиться уходить от иммунной защиты, даже если у вас есть вакцины, даже если у вас люди переболели. И поэтому в итоге вы получаете всю ту же самую проблему. У вас может получиться новый вирус, который все равно вас заразит. Причем, чем больше людей заразит ваш исходный вирус, тем более вероятно, что в процессе эволюции появятся все эти новые разновидности, тем больше пространства для эволюции есть у созданного вами биологического оружия. Подводя итог всему сказанному, хочется сказать, что мы видим, как генетическое оружие явно проигрывает конвенциональным аналогам во всех смыслах. Оно гораздо менее надежное, оно может случайно ударить по вам и привести к совершенно непредсказуемым результатам. Практически любая задача, которую вы можете пытаться решить генетическим оружием, даже при всех благоприятных вводных, которые вы можете себе изобрести, в максимально благоприятных условиях, оно все равно справится хуже, чем если вы просто примените обычное биологическое оружие, не имеющее избирательности, или обычное конвенциональное оружие, вроде, я не знаю, бомбы. Результат будет лучше. И избирательность будет достигнута за счет локальности применения вашего оружия, что, собственно, сделать совсем несложно. Можно, конечно, пытаться делать всякие ухищрения, типа мы выпустим вирус, а свои границы закроем, и там все помрут, а мы выжаем, потому что мы закрыли свои границы. Но вирус-то всех все равно не убьет, люди-то очень разные, они меняются генетически, поэтому кто-то там все равно выживет, при этом они будут носителями этого нового вируса, а потом, рано или поздно, вы границы откроете, и этот новый измененный вирус, к которому вы не подготовлены, придет уже на вашу почву, и кто с генетическим оружием придет, тот от этого генетического оружия, видимо, в итоге и погибнет. Ну хорошо, ну хоть кого-нибудь, хоть кого-нибудь можно убить, пожалуйста, ну если очень хочется, избирательно каким-нибудь генетическим оружием может подумать какой-то сумасшедший ученый. Окей, можно, но это будут не люди, а, например, бананы. Наверняка вы смотрели фильм «Интерстеллар», там показан такой апокалиптический голод, который происходит с человечеством, и он был в значительной степени связан с проблемой монокультур, когда у вас очень низкое генетическое разнообразие сельскохозяйственных культур, один вирус или один грибок или какой-то патоген может выкосить просто всю популяцию какого-то важного сорта. И вот похожая проблема существует в реальности с бананами, потому что бананы — это все клоны. Просто великолепно, правда? Да, бананы — это армия клонов, они не размножаются полным путем, мы выращиваем их генетически идентичными, огромные популяции бананов создаются, производится огромное количество продукции, приходит грибковая инфекция, и все это выкашивает. В первой половине 20 века такое случилось с сортом банана под названием «Гран-Мишель», просто был стерт, по сути, с лица земли. Сейчас что-то похожее происходит с очень важным сортом банана, который называется «Ковендиш». И вся надежда здесь как раз на генную инженерию, что мы сможем с помощью генной инженерии, и на самом деле генные инженеры показали, что могут сделать генетически модифицированные версии вот этого банана, который не боится грибковой инфекции. Так что так, генные инженеры помогают нам спастись, ну а безумные ученые, конечно, могли бы устроить геноцид бананов или других организмов, которые размножаются без полового процесса. Но люди — не бананы, у людей есть половой процесс, у нас очень высокое генетическое разнообразие, я уже говорил, между мной и вами три миллиона генетических отличий, и, грубо говоря, сложно себе представить какой-то вирус, который мог бы стереть все человечество с лица земли. И в этом смысле, если вы смотрели фильм «Last of Us», где была Элли, которая не боялась грибковой инфекции, которая там существовала, это, в принципе, норма, должно быть большое количество людей, которые окажутся не восприимчивыми, а выжившими, какой бы ни была страшная эпидемия. Но что-то же может быть правдой, ведь столько есть слухов и историй про то, как те или иные влиятельные политические фигуры, главы государств, с одной стороны, пытаются прятать свои биоматериалы, ходят там за ними специальными чемоданчиками, согласно слухам, а спецслужбы, наоборот, пытаются добывать эти биоматериалы других глав государств, как будто бы в этом есть какая-то великая ценность. Не могу прокомментировать, насколько правдивы эти слухи, но я хочу сказать совершенно другую вещь по своей специальности, что у такого подхода, у попытки получить биологический материал какого-то лидера государства, есть иной смысл потенциальный, я не утверждаю, что он реально кем-то рассматривается, но есть иной потенциальный смысл, идущий совершенно в другой плоскости, нежели создание какого-то персонализированного генетического оружия. Ну, дело в том, что по анализу ДНК можно кое-что человеке сказать. Ну, например, если у человека есть мутация в генах БРЦ1, БРЦ2 определенная, можно сказать, что у него есть сильно повышенный риск рака молочной железы. Помните историю, Анжелина Джоли сделала себе масоктомию, а потом удалила себе яичники для того, чтобы не заболеть раком. Это было в ее случае осмысленно и продиктовано результатами генетического анализа. Аналогично можно по генетическому анализу сказать, будет ли у человека тяжелое заболевание под названием болезнь Хантингтона, или будет ли у человека повышенный риск болезни Альцгеймера. Ну, например, есть такой ген, который кодирует белок Аполлипротеин Е. И есть версия этого гена, Аполлипротеин Е, Эпсион 4, который очень сильно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезни Альцгеймера. Соответственно, это может быть ценной информацией. То есть вы знаете, что вот такой-то политический деятель совершенно точно еще на один срок податься не сможет, потому что у него почти наверняка разобьется болезнь Альцгеймера. Есть и другие мутации, которые предсказывают, например, раннее наступление этой болезни. И тогда вы можете, исходя из этого, менять свое политическое поведение. С кем вы договариваетесь, а на кого вам, в общем-то, уже по большому счету наплевать, что он там думает, что он делает и так далее. Поэтому, в принципе, генетическая информация может иметь некоторую ценность, и, соответственно, сокрытие ее тоже может представлять какой-то интерес. Правда, тогда вам придется скрывать не только свою личную генетическую информацию, но и, желательно, и родных, потому что по генетическим данным родных тоже можно кое-что сказать про вас. Подведем итог. Биологическое оружие, да, может существовать, но его разновидность под названием генетическое оружие, которое может быть направлено против определенной группы людей, это, по большому счету, нонсенс. У нас нет возможности его создать так, чтобы оно было именно таким, как мы его хотим видеть, чтобы оно именно било по конкретной группе людей и не ударило по нам. Это оружие очень глупое, если угодно, оно ненадежное, оно может нас подставить. Поэтому не нужно вестись на страшилки, которые распространяют разные СМИ, про то, что особое этническое оружие вот-вот будет применено, оно проанализирует вашу ДНК и решит, жить вам или нет. Это не соответствует реальности, не нужно этого бояться. Небольшое отступление в сторону. Мне бы хотелось посвятить это видео моему коллеге Олегу Балановскому, который очень многие годы занимался тем, что разоблачал мифы, в том числе о генетическом оружии. Он считал это своего рода своей миссией, просвещать людей и рассказывать им о том, как реально устроена наука. К сожалению, Олега не стало, он пытался спасти утопающих детей своих и сам в процессе умер, но детей при этом спас. Так что он герой на всех фронтах. Олег, ты очень классный. Генетическое оружие не работает, но знаете, что работает? Алгоритмы Ютьюба. Поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы это видео увидело больше людей, так мы сможем более эффективно бороться с мифами. На этом канале будет выходить еще много роликов по разоблачению самых разных мифов, в том числе и опасных для жизни. Поэтому подпишитесь на этот канал, чтобы наука победила. Субтитры сделал DimaTorzok